так этим видео начинаю цикл цикл передач посвященный конкурсным ножам на каждый день будет один день съемки на работе смотрим удобство работы качество работы удобство ножа в целом все его положительные и отрицательные стороны и так сегодняшний день я начинаю нож Георгия Анишина который занял второе место в номинации новичок сталь на клинке 110Х18МШД рукоять G10 нержавеющие ретины сразу как я в первое видео говорил ознакомительный нож довольно таки увесистый весят нож не много не мало 266 грамм что довольно таки внушительно заточка в Георге заточен очень хорошо то есть в работе смотрим удобство геометрию как режет как не режет удобно не удобно ну и на основании этого буду выставлять как говорится оценки в заключительном видео так погнали в первый рез весьма и весьма приятный рез весьма приятный рез весьма приятный рез ну как говорится когда режет он хорошо но вот именно вот эта часть угловая рукоять она уже в руке как говорится начинает ощущаться ну не то что понятно что я порезал 30 секунд времени но все равно уже когда берете в руку нож уже ощущается то есть как говорится квадратура рукояти она ощущается ну что ж начинаем первый день смотрим в конце каждого дня я буду снимать уже дома будет ну маленькие такие разбор полетов и шинковка овощей то есть по кухонной как говорится непосредственно на домашней кухне итак первый нож Георгия Анишина сталь 110х18 МШД сталь Андрея Черепанова слесарка слесарка по моему Сарафанова Александра надо будет посмотреть в общем начинаем ну что ж как говорится продолжаем наш разговор по мясу не все так плохо то есть нож управляемый нож маневренный но надо сказать то что нож тяжелый все таки 260 грамм в любом случае излишне увесистая рукоять да она вроде как в балансе нормально идет но в любом случае в работе ну как-то блин эти 265 грамм они ощущаются в руке ну что ж продолжаем дальше сейчас секундочку так держу на колокольчком несколько здесь накрыв и несколько их и так вот на отдать должное, что в мокрой руке рукоять не скользит, то есть она в любом случае ладонь плотно ухватывает рукоятку, жирной, мокрой ладони в принципе никаких проблем нет. Ну впереди еще много порезушек, будем смотреть. Шипов у меня пронено, и первый момент это на пресном мясе, на постном, то есть без жира, без ничего, куриная филе. То есть он его может, в учтении, что он вязь не прилипает, если режется поперек волокон, то в принципе еще никаких проблем с этим нет. Так, вот, 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 вот. То есть струй клинка, он очень удобный в работе. То есть даже при нарезании, поднимая рукоять кверху, мы режем первой и третьей частью клинка. И потом, потихоньку опуская вниз, мы переходим на всю дальнейшую клинку. И остальную режущую укроп. Это сделано очень, ну как, по мне, очень грамотно и удобно. Но вот этот плюс, который форма клинка, он не винируется тяжестью всего ножа. То есть как бы там ни было, нож все-таки тяжеловат. Вот эту часть надо было, на мой взгляд, делать чуть-чуть облегченную. Потому что ощущение, да, что баланс есть. Но все равно баланс... Рукоять чувствуется в руке, а то, что она тяжелая. Как бы там ни было, я уже пытался и так, и так. Но в любом случае, если для длительной, для периодической работы на кухне, то есть в принципе нож без нареканий пока на данный момент. То есть все удобно, кроме рукояти. То есть вот эта угловая рукоять все-таки более овальные формы, а не более предпочтительные. Вот. И строй клинка все хорошо, все нормально. Но пока это мы режем на мясо, посмотрим, как будет на овощах. Но вес, конечно, с этим вопросом Георгий чуть-чуть не угадал. Ну что ж, продолжаем. Еще анализируем, как говорится. Итак, подходит к концу сегодняшний день. Нож полдня отработал у меня. Вот. И полдня я его отдал на кухню поварам, которые работают на горячке и холодный цех. По ножу. Вердикт знал мнение своих коллег. Могу так сказать, что мужчины одобрили фору-фактор ножа. Именно строй лезвия клинка. Очень хорош. Удобно в работе. По овощам, по всем остальным, по нарезке, всего-всего. Но все сошлись в мнении о том, что рукоять чуть-чуть угловатая и нож тяжеловатый. То есть, девушки, которые у нас работают, они однозначно сказали о том, что вес в ноже испыточный. Если целый день резать, рука будет уставать. Но, опять же, повара-девушки оценили именно форму клинка и его удобство в работе. Но, как я говорил ранее, угловатая рукоять и вес, несколько, так сказать, нивелирует достоинство правильного клинка. Удобного. Ну что ж. Вы видите, как он работает. Нож. Даже по мясу. По мясу вообще никаких проблем нет. Режет, нарезает. Без всяких проблем. То есть, все удобно. Все хорошо. Ну вот. Вот эти два момента. Это прямоугольная, угловатая рукоять и вес. Ну что ж. Встречаемся дома. Полежу чуть-чуть овощей. Посмотрю, как он в работе. И тогда уже поставлю, как говорится, первую оценку этому ножу. Но пока озвучивать ее не буду. Дождемся всех участников. Оценки будут вставляться по шкале от одного до пяти. Как и сказал мне администрация группы, которая отвечает, как говорится, за этот проект. Поэтому все свои мысли я изложу в видео. Но в целом ночь достаточно удобный. и я думаю, что заказы у мастера на него будут. Ну что ж. Встречаемся дома. Всего доброго. Вот так. Добрый день дорогие друзья, подписчики. Как и обещал в конце каждого ролика посвященному одному ножу, который проходит в рамках конкурса изготовления ножей группы ВКонтакте изготовления ножей советы изготовления кухонных ножей Сантоку либо ПЧАК. Итак, я с этого ножа начал, как говорится, репортаж этим же ножом. И сейчас я, как говорится, подвожу итоги по нему. Итак, это нож Георгия Анишина. Вот он. Который занял второе место в номинации новичок с ножом Сантоку. Нож сталь на клинке 110 Х18 МШД рукоять Ж10 Перед этим, как говорится, роликом вы посмотрели работу ножом у меня на работе по кухне. Ну что ж, теперь, как говорится, подведу краткие итоги по данному ножу. Здесь, как я уже неоднократно говорил в предыдущих, как говорится, видео, ну, в предыдуемом, ранее, как говорится, комментарии, это все. Клин сам по себе очень удобный. Он резучий, он хороший, он хорошо режет, то есть, но в этом ноже, слабое звено, как говорится, слабое звено, это рукоять. Рукоять не в том, в эстетическом, как она сделана, а именно в массивности и весе. то есть, сам по себе в работе нож удобный, но вес и, как говорится, квадратура рукояти, он вносит, как говорится, какой-то дисбаланс, что ли, в работу этим ножом. Вот, опять же, я, ну, поработал, как говорится, и остальными ножами, которые мне пришли на, как говорится, для работы. То есть, прекрасно понимаешь, что сделать хороший, удобный, именно функциональный нож, неважно, какой формы, либо пчак, либо сантоку, это все-таки, да, это мастерство, и надо отдать должное Георгию, который сделал хороший клин, который им работать очень приятно, очень удобно. Коллеги по работе оценили работу, но вот именно рукоять несколько здесь, она вот именно в этом форм-факторе и в этом весе она здесь, как говорится, не в тему, извините за выражение. А в целом нож очень хороший, работать им удобно, заточка тоже хороша, то есть никаких проблем нету, но в принципе уже нож отработал, здесь уже есть маленькие, как говорится, после работ, целого рабочего дня здесь есть, наверное, не будет видно, здесь пушистый, светит, здесь есть маленькие засветы на режущей кромке, но тем не менее нож еще резучий, режет он даже за счет своей геометрии, и еще один момент, это здесь вот такой вот продольный сатин на курином филе, это, как говорится, момент присутствует, это присутствует, ну, чтобы, как говорится, не расстроить Георгия, это и присутствует практически на всех ножах, ну, то есть, опять же, финиш тоже немало значит, для вот этих ножей. Понятно, что этот нож будет использоваться периодически, то есть, нет, не будет для него такой массив, ну, слишком длительной работы, тяжелой, там, нарезки в бешеных количествах, там, мяса, овощей и все, то есть, для, вот, ну, как, для повседневного поюза, просто как кухонный нож, этот нож будет, он будет классный, то есть, никаких проблем с ним не будет, он, я так думаю, что он правится тоже очень легко, но я его не правил, потому что сейчас все ножи, и, включая этот, они будут в последнем, как говорится, в завершающем батле, ну, в финале соревнований, будут именно с той заточкой, которая, с той степень остроты, которая осталась после рабочего дня, ну, и будем смотреть, в любом случае, это, как говорится, промежуточные результаты, я просто снимаю фильм о работе, и потом, ну, рассказываю свои, как говорится, впечатления, впечатления своих коллег, по каждому ножу, ну, там некоторые ножи не давал, потому что, ну, не сложилось, а так, в принципе, люди попробовали и сказали, что, что удобно, что неудобно, то есть, не конкретно я, ну, именно, как говорится, выносил вердикт, но и люди тоже, вот, по, да, извините, отвлекся, по финишу, то есть, на, если вы разрезаете, допустим, очень пресное мясо, в котором отсутствует жир, то есть, куриное даже филе, куриная грудка, то есть, вот, к этому ножу, она может прилипать, то есть, она, ну, не отваливается, то есть, его надо, бывают моменты, что, если клин более-менее мокрый, что ли, более жирный, то есть, отвал идет хороший, если он только, вот, как в таком виде, и вы начинаете им там, резать, то есть, он бывает, либо протерли, начали отрезать, он бывает, что прилипает, ну, вот, именно, в принципе, вот и все, как говорится, нюансы, по данному ножу, но, в целом, нож удобный, и, что меня порадовало, что, пятка клинка, вот здесь, вот эти грани, вот эти, торцы, они обработаны, они скругленные, и они не давят, не наминают палец, если вы держите нож, вот таким вот образом, вот так, то есть, вот эти скругленные, снята фаска, на пяточке, это плюс для работы ножом, понятно, что на периодической, опять же говорю, то есть, вы взяли, его достали из кухонного шкафчика, порезали там капусту, морковку в дома, протерли, его положили, то есть, вы этого даже момента можете и не заметить, но, в работе, если вы, подразумевается, длительная, как говорится, работа, этот момент, он в любом случае, потом себя проявит, ну, что ж, вот, в принципе, все, это был нож, Георгия Анишина, с него, началось, как говорится, репортаж, ссылка на мастера, будет под видео, то есть, вы, желающие, ну, у меня, к сожалению, его только контакты, есть, ну, его страничка, в сети контакт, вот, вы можете ему написать, либо, написать в комментариях, может, он там напишет, либо почту, либо телефон, если будет, есть желание, заказать, нож, от этого мастера, пишите ему, созванивайтесь, списывайтесь, я думаю, что, он не откажет, изготовить, на заказ, ну, я думаю, что, при, в следующем, ноже, он учтет, как говорится, мои пожелания, о том, чтобы рукоять сделать, чуть-чуть другую, вот, ну, а сам по себе, клин, очень удобный, и очень хорошей, геометрией, поэтому, заказывайте, не знаю, будет продаваться, этот нож, или не будет, понятия не имею, но я, если будет, даже будет, то есть, списывайтесь, я вам его отправлю, деньги вы переведете мастеру, а я его отправлю, на этом все, спасибо большое, за внимание, всего доброго, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok